В этом зале собрались юные спортсмены со всего Северного Кавказа, а также других регионов России и даже зарубежных стран. Таким образом, турнир, объединивший на одной площадке более 500 участников, можно смело назвать международным. А значит, поединки обещают быть жаркими. Перед началом соревнования гостей и участников турнира поприветствовал заместитель председателя правительства Карачаева Черкесской Республики Хазыр Чакуев, который отметил, что тейквондо сегодня является одной из самых популярных спортивных дисциплин в мире. Сегодня участники и гости войдут в историю, как первый турнир всероссийский в этом виде спорта. И хотел бы сказать, что тейквондо, спорт по истории своей глубоко уходит в прошлое. Относительно как к спорту он формировался довольно недавно. И только в 52-м году было как вид спорта. И только в 2000-м году стал олимпийским видом спорта. И смотря на свою молодость этого вида спорта, он является очень популярным не только в нашей стране, но и во всем мире. В турнире принимают участие спортсмены от 7 до 18 лет. В течение двух дней они будут бороться за два комплекта наград – командное и личное первенство своей возрастной и весовой категории. Наравне с парнями свои навыки в этом единоборстве продемонстрируют девочки. И как показал первый день турнира, за место на пьедестале они готовы биться до конца, не жаляя ни соперницу, ни себя. На победу настроены и хозяева соревнований. Ведь среди ста бойцов, выставленных Карачаева Черкесии, есть призеры и победители других турниров. Ну, только в андотом ногами, а я ногами в детстве хорошо бил. И я занимаюсь три года уже. Какие результаты уже есть? Семь первых мест, и одно третье, и ноль вторых. Я готовлюсь это еще давно. Я думаю, все сегодня выиграют, постараются, будут думать, бить. Свои связки есть, думаю. Всероссийский турнир – это означает, что он в календаре Минспорта России. И для регионов, у кого тренера в спортшколах работают, по результатам поднимаются у них зарплаты, они заинтересованы приезжать к нам. Поэтому конкуренция есть. Раз конкуренция есть, надо быть к этому готовым. И у нас достойны ребята, юниорки, юноши, дети. Кто-то уходит с Дайанга победителем, а кто-то не может сдержать эмоций, проиграв сопернику буквально пару очков. Но это спарринг, и у него свои законы. Главное – это слушай, потому что тренер может тебе сказать очень хороший совет. Мне, например, он сказал, чтобы я выждал момент, чтобы он после удара потерял равновесие и нанести свои удары. И это очень сильно помогает, из-за этого я победила. Мне попался соперник из города Махачкала. Он очень агрессивно вел под конец, хотел, очень летел на меня, из-за этого пропускал очень много ударов. И я из-за этого победила его. Итоги этого турнира будут подведены только по окончанию двух соревновательных дней. А значит, у вас есть еще возможность стать свидетелем жарких поединков. Дарья Назарова, Мурат Кемрюков, Архиз-24.